Приветствую вас и если вы хотите быть интересным для своего мужчины, то исходить нужно, как, наверное, понятно, из того, что ваш мужчина любит, что ему нравится, какие формы, линии, модели, поведения, женского поведения. Ему по душе, что вызывает у него симпатию, что ему нужно получать от женщины, что он хочет получать от женщины и что из всего этого вы можете ему предоставить. Дело в том, что когда вопрос встает о том, чтобы быть интересным для своего любимого человека, всегда нужно понимать одну вещь, что желание, то есть вот то, чего хочет мужчина, их всегда больше, чем то, что вы можете дать. То есть потребностей всегда больше, чем средства для их удовлетворения. И это означает, что до конца удовлетворить все потребности своего мужчины вы, наверное, не сможете. Ну, как и он, не сможет удовлетворить до конца ваши потребности. Потому что, еще раз говорю, потребностей всегда больше, чем, собственно, возможности для их удовлетворения. Но это совершенно, конечно, не значит, что вы не должны ничего делать для того, чтобы стараться как-то быть для своего мужчины интересным. Начать нужно с того, чтобы определить, что вашему мужчине нравится, что ему интересно, что его заводит, что его привлекает, что вызывает у него живой интерес. Это первое, то есть вот вы можете прямо себе на листочке бумаги выписать, какие интересы есть у вашего мужчины, и подумать, как вы можете их удовлетворить. Дальше что? Также на листочке бумаги вы можете, ну, на листочке бумаги это для лучшей визуализации, тут, как бы, момент такой, что вы делаете, как вам удобно. Значит, также вы собираете воедино то, что мужчина хочет видеть в женщине. Какую женщину мужчина рядом с собой хочет видеть? Вот кому-то нужна, там, мягкая, да, покорная, кому-то нам напротив жесткая, там, настойчивая, напористая и так далее. То есть это тоже нужно для себя вам выяснить, потому что если этой информации у вас не будет, то, соответственно, вы и не сможете быть для своего мужчины интересным. То есть первое и самое главное, что нужно понять, это то, что, чтобы быть интересным для своего мужчины, нужно отдавать себе отчет в том, какие вообще у человека интересы, чего он хочет, что для него ценность, что дорого и так далее. Дальше. В обязательном порядке мы здесь сейчас говорили только про непосредственно отношения между мужчиной и женщиной, но в обязательном порядке нужно еще и обратить внимание на отношения, не связанные конкретно с близкими, с интимными отношениями. Интимные отношения здесь понимаются не только как сексуальные, но и как просто отношения двух близких, любимых людей. Вы обратите внимание на то, какие вещи мужчину вообще интересуют. Постарайтесь эти моменты тоже для себя понять, потому что они очень важны. И также постарайтесь подумать, вот вы выписали интересы своего мужчины, да, например, там, ну, какие-то, скажем, наборы из трех, четырех, там, пяти, скажем, каких-то вещей, да, вот. И подумайте, а как вы можете в этом вот мужчине соответствовать. То есть где ваши интересы, уже ваши интересы могут пересечься с него. И вот, если это как-то визуализировать, то предположим, значит, интересы мужчины это круг или несколько таких кружочков, сфер. А ваши интересы это тоже сферы. И вот где-то в каких-то моментах эти сферы будут пересекаться. А может быть это, это будет какие-то смежные интересы. То есть, например, если там мужчина творческий, то ему нравится креативное мышление, ему нравятся какие-то нестандартные подходы, да, к выполнению задач. И вы можете в этом его поддержать. То есть вам нужно путем обобщения наиболее сблить, наибольшей степени сблизить ваши интересы, чтобы как можно больше общего было у вас. И тем самым вы сможете, с одной стороны, быть интересной для своего мужчины, как женщина. С другой стороны, вы сможете быть интересной для своего мужчины, как человек, как партнер, как собеседник, как просто личность. И я думаю, что вот в таких направлениях вам стоит двигаться. Ну и, конечно же, стоит отметить две важных вещи. Что первое, это не нужно жертвовать своими интересами ради интересов мужчины. То есть нельзя терять себя. И второй момент, это то, что никто не запрещает вам тренировать что-то новое, расти, развиваться самой. И эти новые вещи доносить до мужчины, чтобы он видел, чтобы он чувствовал, что вы, ну, во-первых, все время растете. И, во-вторых, делитесь с ним то, что вас интересует на данный момент. И вот это все вместе будет составлять высокий уровень, высокую степень интереса к вам со стороны мужчины. В принципе, вопрос вы задали достаточно общий, и на него такой вот довольно общий тоже ответ. Надеюсь, он вам поможет решить ваши проблемы. Надеюсь, он сделает вас ближе к решению вашей проблемы. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok